Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Вот что мы расскажем сегодня. Не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века. Сегодня стартовала акция «Георгиевская ленточка». Они принесли мир и свободу в преддверии самого главного праздника весны – Дня Великой Победы. Ветераны Великой Отечественной принимали парад у дома. «Хочу быть полезной для нашей страны», – говорит Осият Тахчукова. Доктор из Ужджгуты отправляется в зону спецоперации помогать раненым бойцам. Маленькая ступень на пути к большой цели. Денис Бачаев из Карачаева-Черкесии завоевал бронзовую медаль «Большого шлема». В преддверии Дня Победы Карачаева-Черкесия присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры, активисты, учащиеся образовательных учреждений республики, раздают памятные символы гостям и жителям республики. «Георгиевская лента» – символ памяти, связи поколений и воинской славы для миллионов людей. Не только в России, но и за рубежом. Цель акции – во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века. Чьими наследниками мы остаемся, чем и кем гордиться должны. О ком помнить? Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов призвал всех жителей республики стать участниками акции и выразить свою поддержку нашей стране, нашему президенту и всем защитникам Отечества. Персональный парад Победы устроили сегодня учащиеся 11-й гимназии Черкеска для ветерана Великой Отечественной войны Хамида Кономатова. В этот день посетили его также представители общественной палаты Карачаева-Черкесии, парламента, партии «Единая Россия» и Народного фронта. Гости поздравили ветерана войны с 79-й годовщиной Великой Победы. Преподнесли подарки, а он поделился воспоминаниями военных лет. Мадина Каракетова подробнее. С песней Победы учащиеся 11-й гимназии Черкеска промаршировали по улице Трудовой, где проживает 102-летний ветеран Великой Отечественной войны. Хамид Кономатов встречает своих юных друзей во дворе своего дома. Он очень рад и растроган. Дедушка, спасибо вам большое за победу. Желаю счастья, здоровья, чтобы вы еще столько же жили и были счастливыми. Дети подготовили концертную программу, пели песни военных лет, читали стихотворения. День Победы, особая дата, к ней и подвиг, и свет, и печаль. Ветеранам поклон, ведь когда-то сберегли нам цветущую даль. Гости рассказали ветерану Великой Отечественной войны, что в эти дни в преддверии Великой Победы проходит патриотическая акция «Синий платочек». Хамиду Абуловичу тоже подарили такой платочек и исполнили знаменитую песню. И пусть со мной, мне сегодня, любимой, родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Хамид Абулович рассказал детям о тяжелых военных буднях, о том, какой ценой досталась советскому народу Великая Победа. Называет себя карачаевцем-корейцем, поскольку когда карачаевский народ, представителем которого он является, стали выселять из родных мест, обвинив в предательстве, командир Хамид Акономатова, чтобы не терять такого отважного бойца-связиста, пошел на преступление, скрыв его. Хамид тогда служил в составе 1190-го стрелкового полка под командованием подполковника Кусика. Когда пришли дурные вести о судьбе карачаевцев и приказ о снятии с фронта лиц карачаевской национальности, командир был в замешательстве. Если больше не доверяете мне взвод, оставьте меня хотя бы рядовым связистом, просил тогда 19-летний боец, я должен воевать с фашистами. Ему разрешили. Чуть позже за проявленную храбрость в боях за деревню Черпухина, его представили к награде за отвагу. Начальник штаба, рискуя собственной свободой, переименовал Хамидов Халиба, а местом рождения указал несуществующую корейскую АСР. Так карачаевец Хамид превратился в корейца Халиба и под этим данными прошел всю войну. Победу встречал в Кенигсберге, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Кенигсберга. Дети слушали, затаив дыхание. Он много чего нам рассказал. Было очень интересно слушать всем классам. Нам было приятно прийти к нему, поздравить его и вручить подарки. Он замечательный человек, что спас всю нашу страну и землю. Мне было очень приятно узнать, как они защищали нашу родину. У него столько медалей за все отваги, столько он подвигов совершил. Было очень приятно познакомиться с таким ветераном. Мы гордимся нашей страной ветеранами. Ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов пожелал детям, чтобы в их жизни такая страшная история, как война, не повторилась. Желаю я вам крепкого здоровья. Еще раз говорю, ховарен, прах. Ховарен, он в семье и в своей задерживаться с учет убийства. Этого допускать нельзя. Берегите себя. Это поколение победителей, люди с остальным стержнем. К сожалению, фашизм вновь поднял голову на Украине. И российские солдаты, так же, как и воины Советского Союза, ценой собственной жизни отстаивают интересы своей родины. Хамид Канаматов выразил уверенность, что в очень скором времени и эти герои ощутят вкус славной победы. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Акция «Аппарат у дома ветерана» состоялась сегодня и по другому адресу. Житель Черкеска, ветеран Великой Отечественной войны Иван Константинович Задощенко с радостью встречает гостей. Фронтовик с удовольствием принимает поздравления и подарки. В числе гостей съемочная группа «Вести» Альбина Ламкова продолжит. Иван Задощенко живет в кругу семьи. Для него самое главное – забота и любовь родных. Мы очень гордимся, что в нашей семье есть ветеран Великой Отечественной войны. Пожелать здоровья ему – это самое главное. Сейчас в его годы, 98 лет, больше ничего не нужно. И всем ветеранам тоже пожелать здоровья, сказать огромное спасибо за их мужество, за мирное небо над головой по земле, которой мы сейчас ходим. Это все благодаря им. На фронт Иван Константинович ушел в 17 лет. Воевал в составе 704-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и многими медалями. До пенсии работал тукарем на заводе «Холодмаш». Годы Великой Отечественной не сломили дух. Он, как никто, понимает ценность жизни. Ужасы долгой войны и сложные годы после нее не ожесточили его сердце. Сегодня дом Задощенко оживлен. Встречали гостей под лучами теплого весеннего солнца в уютном дворе. Украшают его и играют яркими красками цветы. Одни уже расцвели, а другие на подходе. Природа оживает. И это явление вдохновляет фронтовика. К тому же, любимое время года. Рассказывает с приподнятым настроением Иван Константинович. Он с удовольствием общается с гостями. Мы всегда хотим преклонить голову перед вами. Примите от нас скромные подарки. Вам здоровья, здоровья. Радости вашим родным и близким. Это же великая победа. Большая. Большая. Мы вам очень благодарны. Гордимся вами, что вы у нас есть. Особую торжественную атмосферу дня создали дети. Они прошли торжественным маршем у дома фронтовика. Исполнили песни военных лет. От лица ровесников хочу сказать вам то, что в случае необходимости мы будем стараться повторить ваш подвиг. Не дать продвинуться нацизму и фашизму в нашу страну. 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая унесла баснословное количество погибших. 27 миллионов только погибло советских граждан. Долг и честь прибыть и почтить ветеранов. Мы должны чтить свою историю, чтить наших воинов, не забывать про них, помнить и на их подвигах воспитывать нашу сегодняшнюю молодежь. Запечатлели памятное событие с человеком, на долю которого выпали тяжелые испытания войной. Общим фото. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карчаева, Черкесия. Его имя бессмертно. В эфире Белорусского телеканала показали фильм о советских партизанах, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. На канале «Белрос» было сказано и о нашем земляке, герое Советского Союза Османе Касаеве, который прославился своими бессмертными подвигами. Об Османе Мусаевиче рассказала ведущий научный сотрудник Центра военной истории Белоруссии, кандидат исторических наук Александра Кузнецова-Тимонова. Партизанское движение на этой территории было интернациональным. Оно состояло ведь не только из граждан Белоруссии, оно состояло из бойцов-окруженцев, которые оказались на этой территории и приняли решение переходить к партизанским методам борьбы. В партизанских отрядах под поле воевали представители всех национальностей абсолютно. В Белевской области есть село Осман-Касаевка, которое было переименовано в честь Карачаевца Османа Касаева, как одного из таких бывших окруженцев, оставшихся на территории Белоруссии, включившихся в партизанскую борьбу и, к сожалению, погибшего по смертному достойному званию Героя Советского Союза. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Наш следующий сюжет о человеке, который с самого начала специальной военной операции мечтал оказаться в гуще событий, помогать раненым бойцам, чем только возможно. И вот после заключения контракта желание Осият Тахчуковой сбылось. Сегодня в Узжигутинском отделении защитников Отечества со специалистом медицинского профиля встретился наш корреспондент Артур Мхце. Есть такое призвание – помогать людям. Осият Тахчукова с детства мечтала стать врачом. Поступила в Республиканский колледж. Затем работала медицинской сестрой в Узжигутинской поликлинике. Позже – в учреждениях, где лечили ковидных больных. А в последние годы – в региональной психиатрической больнице. С начала специальной военной операции на семейном совете оба супруга изъявили желание отправиться на Донбасс, отстаивать интересы России. И, короче, мы с ним сидим и говорим, кто из нас впервые поедет. Решили мы вдвоем. Ну, так как оставить детей никому. Он говорит, давай я впервые. Я говорю, нет, я тебя не отпущу. Нет. Он, короче, ну, не стал меня уведомлять, осведомлять. Пришел в этот военкомат. Сам добровольно в отряд, в добровольческий отряд ПАРС записался. И 10 марта он уже был в зоне СВО. Муж, бывший полицейский, участвует в спецоперации с первых дней. Сейчас также находится на новых российских территориях, выполняя поставленные руководством задачи. Сама СИАД имеет за плечами большой опыт по спасению больных людей. Поэтому для нее поездка в военный госпиталь, можно сказать, жизненная необходимость. Мне медицина очень вообще с детства нравилась. Быть медицинской сестрой, быть полезным. И во время ковида я работала в ковидных госпиталях. Сама добровольно первая тоже пошла. И сейчас, вот, с первых дней СВО я просто хочу побывать там. Парням помочь. Тем, что я знаю, умением своим. Хочу быть полезной для нашей страны. Поддержали решение клинического психолога и близкие, которые понимают важность тех задач, которые стоят перед военными и медиками в зоне проведения спецоперации. Нет сомнений, что профессиональные знания о СИАД Тахчуковой там точно будут востребованы. Артур Мксели Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Уджигута. Первая медаль «Большого шлема» у нашего земляка Дениса Бачаева. Он завоевал бронзовую медаль на престижном международном турнире под дзюдо среди мужчин весовой категории «Плюс 100 килограммов», который прошел в Душанбе. В соревнованиях приняли участие 390 спортсменов из 65 стран. В борьбе за бронзу Денис Бачаев вышел на татами со спортсменом из Турции, Ибрагимом Тартараглу, и выиграл схватку. Эта медаль «Маленькая ступень на пути к моей большой цели», признается дзюдоист из Карачаева-Черкесии. После Олимпийских игр, чемпионатов мира среди мастеров, турниры «Большого шлема» являются самыми престижными, на которых спортсмены могут набрать наибольшее количество рейтинговых очков. Тренируют Дениса, Александр Власов и Суслан Бастанов. Здесь так любят дзюдо. Очень было много людей, такой серьезный турнир, можно сказать. Мой первый гранд-шлем вообще. Такие, я думаю, это незабываемые эмоции. Первая медаль с такого турнира. Как сказать, это маленькая ступень. Все, было на высшем уровне сегодня. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильм «Истребители. Битва за Крым». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!